Здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на северо-запад Москвы, добро пожаловать на стадион Октябрь, где сегодня, казалось бы, абсолютно такой тяжелый всему день, потому что, как известно, понедельник именно такой, принято считать именно таковым. Мы с вами отправляемся на профессиональную футбольную лигу, мы с вами отправляемся на футбол, на матч Родины и Зенита 2. Так, я вижу фанаты Зенита, присутствует стартовый свисток и, собственно, начинаем. Будет показано Кирилл Ковцов, придержал Нарапетяна Каштанов. И спасает сейчас Данила Адоевский свою команду, не давая его представить, у него номер 71. Аэропетян с мячом, ой, штрафнул Арсен, накручивает падение и цепеналти, как говорится. 12-й раз получают футболисты Родины в этом сезоне возможность пробить пенальти. Каштанов, удар, очень спокойно, 1-0 без каких-либо проблем, Алексей Каштанов забивает. Я думал, бежит праздновать в нашей каймере и что-то показывает, а он, нет, там что-то придумал. Прибежал к лошку и обнимается с партнерами. Включается в центре сейчас Зенитовцы, можно отсюда бить Сазонов, удар наносит Айдоров. А видели бы вы это с нашей, с комментаторской позиции, отсюда она так чуть поодаль находится. Заброшу штрафную, достаточно спокойно вбивается Кирилл Алоян. Тоже, кстати, воспитанник Академии Зенита. Как и Алоян, так и Александр Коротков, кстати, вот возвращаясь к фигуре. Ох ты, гол здесь 1-1, все фигуры после. Саба Сазонов. Блестяще пробил. Каштанов здорово оставляет Пичугину. Пока что Каштанов и Пичугин словно вдвоем в атаку поддерживают. Нету Еременко и такой обычной, как его активности. Каштанов, прострел, а где Пичугин? Абусаламов несется, но вот можно же, Еременко. Филиппов под удар, Артем Филиппов. Расстрел, опасно здесь, и снова мяч рядышком со штангой скачет. Нужно, конечно, во втором тайме Родине как-то будет. Вот тоже, друзья, вот не то, чтобы просыпаться, да? Не то, чтобы как-то... Вот даже я не знаю, какое здесь слово-то сказать. Пока атака, извините, опаснейший идет, который голом заканчивается. 2-1. Добился здесь своего Никита Колдунов. И к болельщикам сразу какое празднование яркое. 2-1. Но вот, наверное, наверное... Теперь пора просыпаться. Филиппов. Юдинцев. Пошел атаку поддерживать Юдинцев. Хороший мягкий заброс на Каштанова. Не дойдет Саба Сазонов. Мячий первый угловой. И все. 2-1 у нас после первого тайма. Вот так вот заканчивается он. Зенит забивает гол в раздевалку, говоря совсем таким языком банальных фраз. И, собственно, с абсолютно комфортным преимуществом отправляется на перерыв. Но для Родины серьезный, я думаю, предстоит разговор в раздевалке. И, собственно, надо что-то менять. Надо что-то делать. Стартуем. Погорело. Дальше как раз-таки Семдякин, которого я на скамейку отправлял. Семдякин. Тоже, кстати, любопытная связка. Головня и Алоян. Вот Алоян в прошлом матче с Волковым играл, а теперь с Головней. Юдинцев. На дальний мяч летит. Не догонит его Каштанов. И вот сейчас до Абдусаламова мяч доходит. Можно заряжать. Правильно делает Магомед Хабиб. Да, не точно, но тем не менее. Тем не менее. Убивает интригу. Никита Еременко. Здорово. Двоих убирает Еременко. Дальше на Милинчукова. Зачем? Можно же было еще чуть дальше самому пойти, мне кажется, Никите. Четвертый на пятую переключился. Вырезает. Здорово. Шавель. Ну, дальше Абдусаламов на ход атаки. Абдусаламов. Абдусаламов. Куда же это? Да. Магомед Хабиб Абдусаламов. Убойнейший момент сейчас у него был. Крапухин. Пошел в обыгрыш Крапухин. И есть партнер. Но затянул. Затянул Крапухин. Все. И абсолютно справедливо руки разводит Михаил Погорелов. Говорит, ну вот же я. Ну, вот так. Подача. Ух ты, неплохо. Как и тут можно было точку ставить Крапухин, но спасает Айдаров. Крапцов. Бессмысленно это абсолютно. Зенит выигрывает уверенно. Зенит выигрывает абсолютно по делу. 2-1. Что касается Родины, то тут, конечно, вопросов много. Вопросов много. Я думаю, что будет о чем Александр Локтионову со своей командой после матча обязательно побеседовать. И все свои эмоции выразить. Я думаю, что главный из них, конечно, будет определенное недовольство. Продолжение следует. Продолжение следует...